Уход за фиалками. Сегодня я хочу рассмотреть такую нестандартную ситуацию, как у меня. Я нахожусь в доме, где полным ходом идут строительные работы, а это значит пыль. И это не очень хорошо для растений, но без них я обойтись не могу, потому что огородные работы закончились, и вот без такой красоты бывает очень скучно. Когда 3 года назад я привезла свои фиалки в дом, я действительно поняла, что фиалки могут свести 9 месяцев в году. В квартире у меня такого не было. Там у нас первый этаж, темно, и фиалочкам это не нравится. И цветение было скудное и минимальное. А здесь они себя чувствуют просто прекрасно, несмотря на пыль. Но также необходим и правильный уход для них здесь. Первое, что это необходимо очищать листья от пыли. Это можно сделать таким способом, взяв вот такую кисточку, максимально мягкую, чтобы не повредить листочки, не сломать, не повредить их волосяной покров. Таким способом я сметаю пыль с листочков, да, с фиалочки. Все мы знаем, что все растения питаются не только через корневую систему, но и через листья. Но многие не знают, что фиалку, как и остальные цветы, можно помыть. Но только уже не в душе, а более аккуратно, под струей воды. Температура воды должна быть комнатной температуры. То есть такая максимально тепленькая, не горячая, не холодная. И струя совсем должна быть тоненькой, чтобы не повредить листочки. Также, когда при мытье, стараемся, чтобы водичка не попадала в наш горшочек. Потому что фиалка не любит верхний полив. Моем только листочки. После мытья фиалке тоже необходимо создать правильные условия. То есть многие жалуются, что после мытья листья у фиалки, допустим, потеряли тургор, да, лист стал вялым. Бывают такие ожоги. То есть ни в коем случае после мытья нашу фиалочку не ставим на подоконник. Ей очень вреден сквозняк. Не ставим на солнечные лучи и под освещение. То есть бережем листочки. После мытья обязательно фиалочку ставим в темный какой-нибудь уголочек. Дожидаемся, пока она просохнет. Но про полив фиалки. Я уже сказала, что фиалка не любит верхний полив. Поэтому я пользуюсь такими поддонами. Вот наливаю водичку, ставлю сюда фиалку. И какое-то время она напитывается. А потом уже выставляю свой поддончик. Фиалка хорошо размножается с помощью листьев. Вот буквально вчера мы посадились с детьми. Это у нас опыт для окружающего мира. Предварительно наши листочки в воде дали корешки. И вот теперь мы ждем появления новых листочков. При посадке листочек выбираем не вялый, а вот именно хороший листочек с хорошим тургором. Чтобы он был прям, чтобы быть уверенным, что он даст нам корешочки. Ну посмотрите, какая радость. Они бывают и разных цветов, и махровые, и обычные, и розовые. То есть как обойтись без наших фиалочек? Лучше их помыть, правильно создать уход и любоваться. Всем хорошего настроения и хорошего дня!